Я сейчас позову на сцену Афанасьева Андрея, потому что ему надо чуть раньше уезжать, я хотел бы побежать к концу, потому что Андрей у нас журналист, в своем именном царадисте, познакомился, он лет 5-6 назад еще такой корреспондент и координатор русской общины, потому что спасение утопающих, в принципе, русские в Республике региона сами начали себя спасать, начали формировать славу тебе Богу народной общины, это первое движение как раз русская община, зоов, и все для человека, Михаил Ваши, да, еще есть определенные, да, поэтому расскажите подробнее, как снизу начинается, как народ начинает решать эти проблемы, так скажем. Да, спасибо большое, рад, что есть возможность подсказать, пока что буду громко говорить, пока не заработает микрофон, рад, что есть возможность, раз, два, три, нет, он вообще не работает, раз, два, три, подсказать, раз, два, вот, слышно? Слышно? Вот я слышно. Рад, что есть возможность такой замечательной аудитории про это рассказать. Я журналист царистской коммуникации, преподаватель, даю ему, и мы с друзьями, с единомышленниками размышляли на тему того, вот как сформулировать самую главную проблему, самый главный вызов жителей большого города в России. «Русский народ – самый урбанизированный европейский народ. Ни одного другого народа в Европе нет, кого бы так сильно загнали в города, оторвав от собственных корней и, соответственно, загнав всех в многоэтажки, в которых уже родилось и выросло мое поколение, я человек, родившийся в 89-м году». И вот, смотря в окно этой многоэтажки с тоской и видя во дворе компанию из приезжих, из 10-15 человек, стоящих вокруг автомобилей, громко слушающих шейф-бурт, вы понимаете, что у тебя такой возможности нет. В массе своей молодой человек 30-ти и младше лет, наверное, сейчас уже 40-ка младше лет, он во многом предоставлен сам себе в вопросах социализации, собственной безопасности и прочего-прочего. Социализация в основном у нас, в основном у нас, в что происходит в работе или вместе в учебе. Все. В отличие от приезжих, которые, приезжая сюда, и как было правильно сказано, не меняя их в школе, они начинают общинно мыслить изначально. У них есть собственная община. И это, безусловно, преимущество, это плюс. Я сразу подчеркну, что я являюсь сторонником того, что есть плохие национальности, плохие народы. Вообще мы не про это, мы про социальные методы решения проблем. И вот нам пришла идея, что с помощью, как-то не парадоксально, того, что нас разъединило в соц. ментильных интернет-технологиях, можно не только разъединять людей и дробить, но и напротив собирать. Из чего появилась концепция русской общины, как просто такой ризоматической сетевой платформы, которая позволяет найти единомышленников, где бы то ни было. Просто на принципе базового отношения себя к русскому народу в самом широком смысле этого слова, без черепомерка и всего остального. То есть, если человек себя называет русским, он является частью русской общины автоматически. Уже сейчас существует 150 чатов. Я свое выступление назвал так. Наукообразная профилактика бытовой русофогии и правового легилизма. Понятное дело, в какой среде? На основе на опыте русской общины. Русская община создается не только для того, чтобы предустоять революционным вызовам, хотя безусловно это является одной из принципиальных, самых важных таких задач, проблем, с которыми часто люди сталкиваются. Ну это и просто, знаете, провести праздник во дворе. Вот у нас большое количество по всей стране люди просто выходят и блинами, и калачами угощают всех желающих. Просто потому что сейчас масленица, или вот у нас мы сейчас готовимся, что надо было поставить. Создав эти чаты, получили доступ к огромной практической выборке проблем, с которыми сталкивается человек, относящий себя к русской культуре. Это, в первую очередь, взаимоотношения с теми или иными этническими группами. Ну то есть, вот обходили в магазине маму, до приставали там жене, или там у сына проблемы в школе. И что-то уже более системное, когда выясняется, что какой-то сегмент бизнеса, индустрию в том или ином городе или регионе вдруг оказывается полностью под контролем диаспоры. И чтобы туда зайти, нужно уже даже не в администрацию или органы заносить, а идти в местную Чайхану, и вот в этой местной Чайхане, с сидящим там добрым лучшим человеком, о чем-то договариваться. В условном маленьком уездном городке где-нибудь подрезаем. Ну то есть, такое вполне себе архетипическое начало XIV века нашей истории. Вот и снова. Мы просто так собираемся, просто встречаемся. Это не полугрешский монастырь, русская община. Мы просто ходили помолиться вместе, те, кто захотел. В Москве уже несколько десятков тысяч у нас человек суммарно активных. Это вот те, кто, грубо говоря, в воскресенье утром встал и пришел по первому зову. Это проводится регулярно. И такого рода встречи, опять же, в рамках русской традиции. Где еще русскому человеку встретиться, как у нас в храме с единомышниками. Мы это регулярно проводим, и это действительно дает силы. И вот это ощущение общинного духа. А у нас уже, если вы зайдете в телеграм-канал «Русская община», все поделено, там даже Москва, по северному, восточному, южному и так далее. Я в руках. Андрей, можно, пожалуйста, чуть-чуть перебью. Я, в принципе, долгие годы говорю, что только изменение потребительского поведения может спасти русский народ. Вот, действительно, воскресенье надо пойти и помолиться вправду. В воскресенье надо позаниматься с детьми. А наша модель потребительского поведения — субботно-воскресенье — это самые торговые дни, поэтому родители куда идут? В воскресенье. Многие идут за головку, именно как работники торгового центра. По рынкам, по салонам, я не знаю, вот вся сфера торговых услуг. И вот, если мы вернемся к нашим братьям, ну, в основном, субботно-воскресенье — я всегда привожу такой пример. Вот, в Пасху, сейчас будет Пасха, да, у нас, пасхальное регуляние. Где-то в Пасху, ну, закрыты торговые центры, магазины и так далее? Нет. Все будут работать. А вот на Уроза-Байран или на Урван-Байран, ну, в Ушити, в Легистане, в Чечне, в Москве. Три дня закрыты все магазины, потому что это и есть сохранение семейных ценностей, духовных ценностей, абсолютно культурных ценностей. Потому что вот этот праздник, там, три дня, да, это встречаться с семьей, с друзьями, ехать там по себе, в какое-то свое селение, там, из большого морда. Вот вам традиция, да. А у нас таких традиций нет. Вспомнил книгу Павла Олебского как раз про путешествие по России. В первые три дня Великого Поста все лавки в Москве были закрыты. Вообще просто. Потому что стыдно первые три дня, четыре дня Великого Поста, когда читается канал Андрея Крылова. Вообще стыдно чем-то другим заниматься, кроме как молиться. Ну, с точки зрения человека русского 17-го века. Я тут сделал небольшую выборку, о чем я хочу рассказать. Как специалист по коммуникациям, как журналист, я хочу рассказать просто про дискурс, который формируется в мигрантских сообществах, мигрантских общин. И лично я бы выбрал два основных, самых принципиальных вектора. Первое – это русофобия. То есть людей всеми способами, с помощью самых различных медийных технологий настраивают против государства, образующего народа. Против русских людей. Это не значит, что все вбирают в себя эту русофобию. Не в коем случае. Есть замечательные люди, которые сопротивляются, обладают гораздо более высоким уровнем, иммунитетом, для того, чтобы не вобрать это в себя. Но, безусловно, люди с более низким уровнем образования, отсутствие критического мышления, все это вбирают в себя как истину и нормальное поведение. И вот в молодежной среде, в молодежных субкультурах, условных абу-бандитов, как назовем, во громче, которыми в молодежной среде, в мигрантской, условных абу-бандитов, у них и своя субкультура, свой вид изменения, очень популярны ролики, например, публичного унижения ребят титульных наций, которые очень широко и вирусно расходятся в социальных сетях. Вот недавний случай в Петербурге. Я надеюсь, да, он запустится. Обратите внимание, вот человек по имени Джихангир в глаза делает, 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 вот, вот. Сейчас. То есть смотрите, что происходит. Какая дарматургия? Человек подходит парню, другой друг снимает. И он его достаточно хорошими поставленными ударами кладет на лопатки. Вот он Джихангир, мы его нашли. Вот, ему же занимаются сейчас он, органы. Парню, там, 18-19 лет. Понятное дело, что это просто хулиган. И мы знаем, что хулиганить могут разные люди. Но сама технология публичного унижения другого, он же не подошел к своему и никогда не подойдет. Он подошел именно к представителю другой национальности для того, чтобы таким образом показать свое доминирующее положение. И все в социальных сетях, подростки, дети, ну, видят это и делают соответствующие выводы. То есть это не что иное, как очень простой способ запугивания. То есть через смерть, через насилие, попытку запугать. Потому что, ну, никто же не хочет получать по лицу, правильно? Особенно дети, воспитанные в однополой семье из мамы и бабушки. Вот, очень часто, к сожалению, популярны. У нас тоже в силу кризиса традиционных семейных ценностей в стране. Это технология. Это не один эпизод. Таких эпизодов десятки и сотни. Люди специалисты, люди разбирающиеся в социальных сетях. Тут в основном аудитория уже более возрастная. 15-16-летние при честном откровенном разговоре вам это подтвердят. Тикток, Телеграм, в меньшей степени ВКонтакте кишмя кишат такого рода контент. Там есть группы 100-тысячные, многомиллионные, где вот это как бы тиражируется. И поверьте мне, в роли унижающего там всегда не русский, а в роли унижаемого в 99% случаев там всегда русский. Как говорит один известный ведущий, совпадение не думает. Ну и все дальше. Еще один эпизод. Тут уже с вовлечением взрослых. То есть я специально отобрал несколько эпизодов. Отсылаю за всем объемом в наш Телеграм-канал, который так и называется «Русская община». Там примерно 270 сейчас тысяч подписчиков. Просто вбивайте «Русская община» в поиски и все найдете. Отсылаю еще к одной истории. Что произошло? Мальчик русский, 11 лет, просто хочет общаться со своей узбекской одноклассницей. Максимально. Вот тут есть переписка, кто видит там просто с другой девочкой, говорит, что скажи Анисе, чтобы она пришла в школу, пожалуйста. Ну то есть возможно это начало какого-то там первого почти платонического чувства. Но тут точно речь не идет ни о чем предусудительном с точки зрения любой традиционной религии. Узнав об этом, родители девочки вышли на самого 11-летнего, я это подчеркну, мальчика. Вот что говорила мама, а потом там очень папа. Еще раз про Анису напишешь, но мне не важно кому, я Аниса и мама. Еще раз напишешь, что Аниса пришла в школу или чего, я тебе волосы садру один за другим. Хорошо? Мою дочку вообще в рот не бери имя. Ты понял меня или нет? Папа Анисе скажу, у тебя он не поздоровится. Вот. У нас наших девочек нельзя трогать. Надеюсь ты меня понял. Все. Не пиши про моей дочку вообще ничего, никому. Понял? Слушай, ты сюда, еще раз ты позвонишь Анису и ты что там будешь просить, я тебе блять закопаю нахуй. Тебе надо решать свои проблемы, хорошо? Не рады, чтобы не Аниса и не мама, чтобы ты не звонила. Понял? Супер. А вы заступили из-за этого мать? Да, именно этим мы и занимались. Полицию вы написали? Да, конечно. Вы подписаны на русскую общину? Нет, не подписаны. Вот мы с мамой связались, мама написала полное обращение. Мы, собственно говоря, этим мы занимались. Да, с мамой прощение попроси. Мы по каждому делу, которое я здесь показывал, были приняты конкретные решения. Мы на связи со Следственным комитетом Федеральной службы безопасности. А штраф она заплатила? В штрафной заплате. Тут дело сейчас, понимаете, не в штрафе. В штрафе тоже. Они получают деньги. Как вас зовут? Они, понимаете, Гелена Викторовна меня зовут. Гелена Викторовна. Деньги пусть заплатят. Давайте я это расскажу, мы потом предоставим вам слово. Дело тут в другом. Тут мама рассказывает о том, что она обратилась в Следственный комитет. В Следственном комитете дело немножко как-то не пошло. Мы обратились со своей стороны. Дело сейчас идет. И этими родителями занимаются. Я тут обращаю внимание на другое. На образ мышления, на общественный дискурс. Кто-нибудь из вас, 11-летнему ребенку, такое бы сказал? Нет, не сказал. Помолчите, пожалуйста. А тут это. Помолчите, пожалуйста. Вы что, мы пришли? Вас тоже что-нибудь? Пожалуйста, помолчите. Вы почему меня оскорбляете? Давай меня, Елена Викторовна, оскорбляйте своим поведением, хоть и мы выступаем. Разрешите мне, пожалуйста, по-моему. Самое главное слово, это то, что с нашими девочками так нельзя. То есть они даже факт допуска романтических отношений русского мальчика и узбекской девочки не допускают. Это невозможно. Это фашизм. Самый настоящий. Это фашизм. А вот обратная зона мы знаем сплошь и рядом, и чем это, простите, чаще всего заканчивается и для женщин, вступивших в такие отношениях, и для детей, и для всех стран. По-разному бывает, но кризисных семей в этой зоне достаточно много, поверьте, просто тоже практическому опыту, который мы вот собираем со всей страны. Опять же, русофобия, но и правовой нигилист. То есть люди не боятся. Что в первом случае, что во втором. Демонстративное привлечение общественными нормами, которые приняты у нас в обществе. У нас в обществе, раньше когда говорили еще поколение моих отцов, вот то, что делал Джихангир, это беспредел. На улице можно было дать в морду, но за что-то. А тут человек подходит на камеру и делает контент, материал унижая другого. В прежние времена, кто вырос в московских парах, знает, чем бы закончил Джихангир. Тут вообще тоже родители, взрослые люди, у которых 11 лет ребенку, дочке. Они себе позволяют к мальчику, который, ну вот тут все документы ставят, тут у него мало абсолютно нормально положительное, так себя вести. Был еще один эпизод. Это у нас Новопеределкино. Тут, ну прям, все в виде расскажут. Систематически группа подростков, приезжая из Армении, в открытом моменте высказывались поддержка Украины и сбивали русские пути. Просто ради развлечения. Это дядя... Он же соединит за то, что он совершил. За то, что обижал младше себя там с компанией лиц. Сорвался со союзниками, я не знаю. Удалял, скаргал, убежал, обижал. Я с ним поговорил. Учитель такого, что он сделал, вошли в полиция, я вам обещаю. Он не осознал, что он сделал, там с компанией лиц, там один, два, два, два. Я не говорю, там ответственность у никого не кидал. Тут, конечно, родители, старшие дяди, в семье не досмотрели. Будем смотреть и будем, так сказать, дадим ему ремня. Ну, в общем, дадим ему ремня. Тут важно другое. Это произошло после того, как русская община Новопеределкина пришла в эту школу. Просто взрослые, нормальные, никакие не экстремисты, не бойцы. Просто отцы. Мужики, вот взять вас, вот у нас такая же русская община. Вот взять людей из зала, там, 5-10 человек. Они пришли в школу и говорят, слушайте, что у вас тут происходит? Говорят, а что у нас тут происходит? А вот, господин директор, а вот заявление в Следственный комитет. А вот давайте сюда это у мальчика и вызывайте его родителей. То есть никто, как вот эти представители узбекской диаспоры, ребенка не пугал. Поговорили с его родителями, вот дядя хотя бы на камеру принес извинения. Я думаю, что после этого с ребенком будет проведена какая-то профилактическая беседа, потому что никто не хочет извиняться на камеру за своего ребенка. Это никому не будет приятно. То есть методы, мы живем в соцмедийном мире. И рассказывая о таких историях, мы на самом деле, русское общество, мы занимаемся их профилактикой. Мы ни в коем случае не сеем никакую вражескую немедленность. Я специально подобрал эпизоды с представителями разных диаспор. Таджики, узбеки, армяне, это Средняя Азия, это Кавказ, там мусульмане, здесь христиане. О чем это говорит? О том, что в целом в среде приезжих формируется определенный дискурс. И как профессионал, я вам скажу, это безусловно имеет свои корни. То есть это не просто так. Эта технология, интересующаяся, отсылая к опыту Тебестокского института Великобритании, это такая же субкультура. Просто сейчас в мигрантской среде, особенно в среде молодежи и детей, формируется субкультура, основывающаяся на принципах русофобии и правового нигилизма. И если мы это также на уровне детства и юношества не будем профилактировать, мы пожнем бурю через 10-15 лет. Дай нам Бог. Большое спасибо. Спасибо. Я хочу, как раз, в этой проблеме дать комментарий, опять же, с точки зрения экономики. Действительно, огромный сектор теневой экономики занимает мигрантские диаспоры. Ну, я, например, вот рынок одежды, обуви, десятых тысяч магазинов по всей стороне. И вот какие там проблемы? Я также вот изучаю, там, сквозь туризму чатов, и русская община, и там, все это, и других чатов. Ну, вот условно мигранты, не буду говорить национально, открывает большой магазин контрабанды. Понятно, что эти ребята закрешованы следственным комитетом, АБР, так, и все в Роспотребнадзор. То есть есть в центре исхода русского города, имеешь огромный богателец в самом центре, который нарушает все нормы. Роспотребнадзор Продолжение следует...